вот продолжение процесса обещала вам показывать этот процесс вот показываю вы посмотрите как интересно выглядит девочки это резинка 2 на 2 вы посмотрите как она стянула как она стягивает изделие напомню что вяжется кардиган это реглан погон вот погон на 18 петлях вот погон это реглан погон удлиненная спин удлиненная такая линия погона вот смотрите какая она длинная и вот здесь вот вот где-то вот в этой вот вот здесь уже переход на рукава то есть идет расширение рукавов все как обычно все как обычно в реглан погоне но отличие в том что очень длинная то есть если обычный реглан где-то заканчивался бы вот здесь тут идет продолжение линии спускается это все на рукава и вот здесь только начинается вывязывание рукавчик кого-то рукав будущий рукав здесь тут аналогично точно также девочки смотрите какой оверсайз джемпер будет вот такой широкий резинка его присобирает все покажу когда он свяжется все покажу тут горловина горловину я вам показывала перекрестный вот такой тут одна один ряд вот изнаночных петель и далее вот узорчик проще некуда резиночка 2 на 2 мною очень любим вот этот узор вот эта резиночка она очень стильно выглядит в изделиях девочки вот что у меня по пряже остается вот остается у меня пять моточков нет четыре раз два три 4 5 работу я взяла вот пять моточков вместе с этим пять мотков уже вывязано и 5 моточков у меня остается и фисташковый напоминаю что этот цвет петрольный хотя на сайте он обозначен как синий но он зеленцой он с приятной зеленцой и очень сочетается с фисташковым вот тут камера не передает она не передает она просто его вот в синеву какую-то постоянно выкидывает вот экран в синеву но это не синий это петрольный и вот это желто зеленый тоже тоже не передается это фисташковый цвет вот просто включите воображение представьте фисташковый петрольный вот так в камере это выглядит как синий и желтый но это не так это фисташковый вот цвет и петрольный девочки будет очень красиво как мне кажется покажу вам результат вот вот пока процесс вот на такой стадии то есть отделение рукавов начала вывязывания оката рукава полный оверсайз вот такой процесс сейчас я померяю насколько широко ну мне кажется вот сейчас в сантиметрах это вот ничего не дает потому что готовое изделие она себя будет вести по-другому после вто а на модели ну может быть на мне может быть кому-то я этот джемпер приглянется я его подарю или продам или отдам я еще не знаю я вещи вижу вот так я их сначала вывязываю а потом каждой вещи находится хозяйка чуть позже вот то есть на уже как сказать и на модели она будет сидеть как бы по другому поэтому нет смысла сейчас какие-то замеры делать и возводить заблуждение замерами следите за дальнейшим продвижением вяжется пряжа с удовольствием напомню это органический хлопочек вот по составу газа лорганик baby cotton стопроцентный органический хлопок органе коттон по спицам это пряжа просто летит летит и доставляет большое удовольствие просто так сильно ощущать его руками очень приятно девочки этот хлопок совсем не хлопок на ощупь никакой вот такой картонной жесткости как обычно бывает иногда в хлопке тут и в помине нет очень он мягкий я не могу сказать что в петли он ложится ровно нет петли слегка пляшут но тактильно до вто это просто какое-то нежное такое ласкающее ощущение мне кажется к телу будет очень приятно носки как производитель заявляет значит как заявил производитель тут а спицы если я 4 4 с половиной то есть вот четверочки рекомендует нам производитель но что я хочу сказать вот я вяжу на кубических спицах уткнет про на четверке четвертый номер спиц девочки полотно получается рыхловатое мне такое полотно было нужно потому что резиночка она на тонких спицах очень утяжелила бы мне утяжелила бы мне изделие мне как раз нужен эффект вот такого слегка струящего си летящего полотна поэтому у меня тут четверочка кубическая но это если на классические размеры и перевали в переводе на классику это где-то три с половиной 375 год то есть меньше четверки в итоге и получается тем не менее вот такое рыхловатое полотно то есть вот учитывайте при покупке этой пряжи что спицы вам по на и для хорошего ровного такого плотного полотна ну наверно троечка никак не четыре и никак не четыре с половиной поэтому я очень удивилась когда на этикетке прочитала рекомендацию вот она ой боже мой тут четыре с половиной пять девочки тут четыре с половиной и пять вы можете себе представить производитель почему-то почему-то я не знаю почему но он рекомендует эти ниточки вязать на четыре с половиной на спице и даже на пятерке но я не могу представить себе это полотно на пятерке но это будет очень рыхло это будет рыхло расхлябанное ну возможно может быть как бы с учетом того что это будет летнее изделие легкое такое дырчатое ну не знаю девочки смотрите сами вот у меня четверочка полотно достаточно но я не хочу сказать что оно просвечивается но оно такое достаточно вот оно вот видите как вот 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 палец вот оно вот оно такое и это на четверке кубики то есть это на 3,75 три с половиной спицы и оно вот такое получается вот мне кажется троечка здесь на хорошее полотно такое привычное нам здесь троечка нужна но никак не пятерка это вот мои мысли по поводу размера спиц ну девочки у нас вяжущие они всегда принимают решение самостоятельно девочки смотрите сами вяжите образцы выбирайте нужную плотность полотна я тут рассказываю только свой опыт может кому-то он пригодится вот вяжите образцы по-другому никак по-другому в нашем деле в нашем вязальном деле без образцов никуда вы не отправитесь вот хотя бы маленький образец можно просто для того чтобы определиться с плотностью вязания маленькие образцы не обязательно там их огромными вязать но тем не менее вот вот такой джимпирог буду рассказывать еще в процессе вот эта корзиночка видите она все пустеет и пустеет была доверху наполнена вот таких у меня три моточка фисташки вот три моточка фисташкового и осталось четыре моточка пятой в работе ну я думаю что где-то ровно к половине процесса я уже подошла вот ровно половинка процесса по пряже она отвязана так что встретимся дальше после отсоединения рукавов сейчас я буду довязывать до подрезов отсоединю рукавчики оформлю подрезы и все вам дальше покажу все дальше я буду рассказывать показывать довольно странная да конфигурация пока но это потому что резиночка она всегда стягивает изделия просто представьте наполненности вот так девочки я заказала манекен и когда придет манекен конечно будет это виднее все примерки на манекене они намного больше как бы ну передают информативным больше чем допустим изделия вот так разложены на ровной поверхности вот очень смешно это выглядит сейчас да в камеру но поверьте я примеряла и очень хорошо и красиво садится по фигуре потому что полотно пластичное и оно очень красиво облегает так как задумывалось изделие слегка хейвардо образная оверсайз с очень спущенным вот плечом линия рукава у нас очень занижена вот очень спущена сюда потом после ВТО я вам все размеры озвучу сантиметрах и вот такой вот окат рукава то есть как бы линию эту я продолжила он не должен у вас рукав задираться вот куда-то туда да понимаете о чем я то есть ритм прибавок я сохранила тот же что и на плече для того чтобы эта линия у меня сохраняла вот такой формы сохранилась сохранила наклон чтобы она не выглядела вот так вот чтобы рукав у нас не задирался у нас рукав абсолютно с плечом гармонично спускается вниз плечо смешное конечно тут все девочки покажу расскажу в примерках потом на себе покажу все обязательно вот продолжение процесса пока оно вот такое до скорых встреч